доброй ночи давайте разберемся в 3d клад как персонажа раскрасить из супер семейки так закроем вот эту окошку и будем находиться в рисовании так заходим в файл находим импорт и модель для подпиксельного рисования подкинем так вот здесь вот выставляем версия программного обеспечения которую мы хотели бы 3d max blender the brush я ставлю the brush тип юв мэппинга автомат автоматический слом начальное подразделение в принципе можно оставить вот так для тех кто сильно еще не знает как что тут устанавливается вот можно и чисто вот это изменить это типа для меня обработка материалов и так далее окей подгружаем а там уже более серьезно выставляется так что пока не заморачиваемся для общего понимания покрасим посмотрим так вот подгрузился такой персонаж здесь верху у нас стоят именно блеск прозрачность и давление вот можно красить именно используя все три включены вот эти функции или отключать допустим отключить блеск и отключить давление можно просто прозрачностью красить вот так вот или цветом так как мог объяснил здесь вот находятся свои стандартная добавить глубину здесь вот находятся объекты модель разбита по полигруппам здесь вот они все находятся если отключаем допустим вот эту и вот смотрим где что исчезает вот здесь голова здесь у нас тело и вот можно все это дело правой кнопкой нажимать и переименовывать вот здесь вот нажимаете и пишите допустим голова здесь допустим пишите руки и так далее я этого делать не буду мне интересно как тут все красится погнали так для начала рекомендую сделать сразу UV развертку чтобы лучше все это дело потом красилась ну давайте посмотрим сначала ее сделаем а потом уже порисуем вот такой вот персонаж вот такая вот раскидка здесь здесь можно по граням по зонам раскидывать вот нажимайте на зоны допустим по вершинам можно по ребрам и так далее здесь разрезы можно добавлять модель конечно сначала хорошо бы сделать ретопологию она у меня именно после вот объединение вот такого так это все у нас автомап разложить и так далее вот можно здесь добавить автор разрезы сразу так теперь применить здесь очень много функций тоже но это уже для продвинутых пользователей это загрузить и вы сохраните вы контуры применить и вот что здесь применить что здесь вот теперь нужно если вы все настроили все разрезы все подогнали то можно уже это дело применить у меня вот как есть так пусть и будет эта операция не поддерживает команду шаг назад вы хотите продолжить это если вы сейчас нажимаете окей то назад возврата не будет ждем окей все сейчас ждем развертка сохранилась ну смысле применилась здесь вот есть настройки здесь сбоку вот присутствует перевернуть точность ослабить это вот вы можете с каждой вот этой деталью именно работать используя вот эти вот функции подгонять ее как-то здесь менять ее местоположение ну и так далее так все это дело применилось все нормально теперь заходим в рисование вот рисование вот здесь вот находится наша развертка вот по ней будет теперь цвета гулять здесь вот находятся объекты наши разбиты его перчатки там обувь подставка здесь в боку находится у нас цветовая гамма мы давайте выберем красный цвет так это не красный вот это красный и поярче так это аппарат все сохраняет здесь вот выбрали левая кнопка мыши цвет и вот окей теперь надо прибавить немножко радиус вот здесь вот побольше его поставить вот так и вот теперь можно красить вы видите как он красится глянцево вот именно с блеском ну вот такая фишка мне не нужно делаем ctrl z и отключаем вот этот блеск нажимаем на крестик теперь вот можем красить вот таким вот образом смотрим что да как происходит тоже не интересно и можно выключить давление вот теперь без давления будет более менее нормально краситься вот так вот вы видите что с давлением не интересно получилось это мы вернем и будем красить уже без давления просто цветом вот когда вы красите и подходите к другой допустим детали другому софту вы видите что на него краска не залазит потому что красит именно аппарат я так понял понимает что красит именно вот эту вот группу типа рубашку вот так вот и левая кнопка мыши вертит и потихонечку так вот покрасим кстати прикольная программа вот у меня немножко она подтупляет видать слабыми ноут надо более-менее такой посерьезнее аппарат прикупить так красим сначала все красным вот так вот здесь тоже нужно вот таким вот образом ну принцип как и в блендер вот увидите что красит именно по развертки все это дело отпечатывается все нормально принцип одинаковый вот если вы изучили допустим какую-то программу вот или блендер или заброш то потом вы уже зайдя в какую-то программу вам уже проще сориентироваться вы уже понимаете что в принципе должна делать программа остается дело уже за расположением и за какими-то нюансами посидеть поразбираться колесико зажимается и все это дело можно перетаскивать так смотрим чтобы все было раскрашены вроде ничего не оставилось ну а теперь давайте черным цветом поработаем вот выбираем color нажимаем черный цвет окей и погнали теперь вот сейчас перчатки покрасим так то программка неплохая тоже много у нее возможностей здесь вот что мне то что мне нравится очень просто все даже проще чем в блендер вот если ребенок какой-то хочет обучиться программе то в принципе 3d quad как подходит как нельзя лучше этому делу лично мое мнение если кто-то хочет научиться лепить то конечно я рекомендую скульпту из альфа шестую для начала если у вас вообще нет понятия как все это дело происходит то лучше конечно использовать эту программку для начала для понимания как вообще лепить там все лепится очень хорошо мягенько вот по хорошему надо было сначала все попереименовать вот здесь в группах и понаходить где какой саптул типа группа ну она в принципе и так неплохо красится не на выставку так ну теперь нужно нам опять красный цвет вот эти вот косяки поприбрать вот так вот чтобы нигде не залезло вот тут тоже забыл прикольно так теперь нужно желтый цвет где-то вот такой вот муки так найти бы этот ремень так ну ладно эта песня будет долгая поэтому будем красить как всегда на авось так вот опять же для понимание не столько для урока или еще что-то ну вот принципе нормально красит так теперь красный немножко подкорректируем ну и теперь черненького немножко на ботинки вот тут вот так вот оп вот если брать блендер допустим и вот 3d quad вот у меня именно ноут тяжело вот это все воспринимает эти вот как мышка идет чувствуется что тяжеловато не сильно виснет конечно но если что-то серьезное делать я думаю не выдержит старичок мой ну пока вот таким вот образом так вот еще пальцы забыл так так смотрим что да как чтобы нигде ничего не забыть кстати вы видите что по развертки по развертке все это дело красится все нормально все работает так ну и вот эту теперь лямку нужно правая кнопка мыши приближаем модель и аккуратненько постараться на не зацепить какие-то детали вот так все это дело покрасить колесико зажатое это дело все переносит так вот вот вы видите что вроде прикольно красит the brush такой не прокатывает если только отключать ctrl shift вот эти софтулы так здесь вот маску немножко подмалюем так пройдет так ну давайте теперь цвет подберем именно для вот этого гражданина для тела это где то вот телесный цвет должен быть вот такой наверное чуть чуть посветлее так это больше желтый напоминает надо брать коричневатый где то вот тут вот он вот этот уже должен подойти во так зацепил ну ничего черный цвет подправить не проблема так здесь вот так вот так уши не забываем и вот здесь вот так вот тяжело идет у меня мышка очень напряжена но надо это дело допонять вот сейчас сделаю, а сам не сказал как развертку сохранять, куда нажимать ничего, сейчас все это дело так сохраняется восполним где-то вот так теперь сразу цвет настроения желтый вот где-то вот такая у него по-моему прическа или рыжий он был ну пойдете так колесико уменьшает вот это все дело смотрим что да как вот здесь чтобы на уши не залезть вот таким вот образом ну вроде нормально надо теперь цвет немножко вот этот подыскать окей так этот вот этот вот этот вот этот вот здесь на клавишу C нажимаете вот у вас здесь есть приблизительная гамма вот ее можно потом закрыть или использовать вот здесь вот опять же методом тыка ну должны как-то сохраняться вот потемнее берем пойдет ну в принципе ничего так так вот здесь тоже можно немножко подкорректировать ну в принципе все гражданин раскрашен еще вот эту подставку надо немножко наверное цвет асфальта какой-нибудь взять серый вот этот радиус сбился ничего подправим и вот так вот левая кнопка мыши вертит вот таким вот образом можно подкрасить эту всю площадку чем дальше тем больше подтупляет ну ничего уже конец близок так ладно вот такой вот результат получился немножко можно здесь чуть-чуть ее подкрасить немножко где-то что-то если вы забыли сразу все просматриваете вот пальцы так вот все это делая так ну вот уже все персонаж раскрашен вроде нормально вроде прикольно так чуть-чуть приблизим ну и как это все делать теперь сохранить так вот есть запечь меш для рисования скульпт меш меш для рисования подразделить скульпт меш запечь изменение скульпт меш в слои для рисования вот это все можно здесь сделать так все это дело сохраненное файл находим экспорт модели сохранение и вот здесь он показывает экспорт карты нормали экспортировать эмиссионную интенсивность словом здесь вот тга формат он очень тяжелый нужно поставить ну jpeg или png пусть jpeg будет ну и тут jpeg тоже можно можно в png сохранять так здесь вот есть куда сохранять шероховатость экспортировать ее развертку как тайлы окантовка здесь вот вы можете все выставлять сохранить блеск экспорт шероховатости экспорт цвета у меня стоит и экспорт карты нормалей так ну и в принципе мне достаточно жму ок и жду результат сейчас посмотрим так вот сохранение сохранение уже словом сохранилось все уже надо теперь смотреть что там да как сворачиваем я не в курсе the brush только делал так что ну вот такой результат вот сохранилась еще вот такая вот nmap jpeg а сам гражданин в принципе выглядеть должен вот так да вот так вот и вот именно вот constraint